Всем привет и добро пожаловать на канал Хайрукс. Франшиза Джипперс Крипперс, которая начала свое шествие по просторам огромной вселенной киноужасов, за 21 год своего существования собрала вокруг себя весьма крепкую и преданную армию фанатов. Первый фильм, вышедший в 2001 году, предложил любителям таких жанров как ужасы и мистика новый запоминающийся кинообраз. Сконструированное в сознании Виктора Сальвы и созданное скульпторами и художниками из студии Make Up and Monster существо показало этим увядающим жанрам, что не все потеряно и вот вам, пожалуйста, свежая кровь. Незамысловатый, но хорошо продуманный сюжет в совокупности с интересным и жутковатым образом вывели настоящую гремучую смесь, которая преобразовалась в одного из лучших представителей жанра ужасов начала нулевых. Джипперскрипперс с бюджетом в 10 миллионов долларов собрал в мировом прокате весьма солидную сумму 59 миллионов и 217 тысяч. Кинолента окупилась и все были довольны результатом. Зрители мечтали о продолжении, а киностудия и продюсеры потирали руки и поторапливали Сальву со сценарием для сиквела. Новый киномонстр заполучил множество фанатов по всему миру, включая меня. Как сейчас помню, решил после школы зайти в видеопрокат, которым управлял мой сосед и взять на выходные парочку фильмов. Выбор пал на две кассеты – Джипперскрипперс и Исполнитель желаний 3. Исполнитель желаний решил посмотреть первым, так как мне вполне понравились в предыдущей части, а Крипперса оставил на сладенькое. После того, как я был разочарован триквелом про демонического джина, я решил дать Джипперсу Крипперсу шанс. Хотя, признаюсь честно, название меня очень позабавило, и я не ожидал чего-то стоящего. И какими же сильными были мои удивления и восторг от увиденного в этом фильме. Я сразу же стал рекламировать его своим хорошим друзьям, мол, ребят, это нечто крутое. Ну, собственно, с этого момента и началась моя любовь к этому персонажу. Конечно же, я начал следить за всеми новостями о возможном продолжении. Правда, в те времена с интернетом были проблемы, особенно в небольшом городке. Но мой друг, переехавший со своей семьёй в мегаполис, мог достать больше информации. Хотя по меркам сегодняшних дней это были небольшие крохи, но хотя бы что-то. Всё остальное я черпал из газет и журналов о кино. Информации было действительно мало. Были небольшие статьи о производстве фильма, а также несколько скриншотов. Но этого вполне хватало для создания своего выдуманного сценария. И вот, в 2003 году выходит сиквел. И я помню, что даже купил лицензионный VHS с голограммой и всё такое. Вторая часть на тот момент понравилась мне ещё больше. И уже только потом, через пару лет, я снова переместил оригинальный фильм на первое место, где ему и положено быть. Сиквел получился более динамичным, с множеством второстепенных персонажей, но в нём не было той самой опасной атмосферы безысходности и преследования. А также испарилась привлекательная тягучесть повествования, как в первом фильме. Большим плюсом для продолжения стали более подробные сцены с участием Джипперса Крепперса. Несмотря на преимущественно ночные съёмки, летающего монстра показали во всём его величии и уделили большое внимание его способности летать на огромных крыльях, пожертвовав грузовиком, который и вовсе не показали. На этот раз на съёмочный процесс был выделен бюджет 17 миллионов, который позволил улучшить визуальную сторону фильма, и к тому же кинокартина получила более обширную рекламу по всему миру. Зритель плотно сидел на крючке, тем более он сам желал ухватиться за эту наживку, из-за разгулявшегося аппетита после первой части. И честно говоря, это того стоило, хотя отнюдь не все ценители оригинального фильма были довольны продолжением. Тем не менее, Jeepers Creepers 2 окупился и собрал мировую кассу в 63 миллиона и 102 тысячи. Из них 189 тысяч долларов принадлежат зрителям из России. Первую часть, насколько я помню, не показывали на больших экранах в РФ, да и вообще фильм практически не добрался до кинотеатров стран СНГ и Восточной Европы. Но основная суть в том, что Jeepers Creepers 2 можно было наконец-таки увидеть на большом экране, и франшиза перешагнула порог неизвестности и вошла в мир большого кинематографа. Конечно, со временем именно первая часть станет культовой во всей трилогии. После выхода сиквела можно было определить список стран, в которых первые два фильма вызвали большой резонанс и собрали самую большую прибыль. Первое место делят между собой США и Канада, зафиксировано более 8 миллионов просмотров на больших экранах и, соответственно, приличные кассовые сборы. Потом идут Великобритания, Испания, Бразилия и Германия. В этих странах число зрителей перевалило за 200, а то и 300 тысяч. Согласно статистике различных пабликов, которые появлялись на тему Jeepers Creepers в период с 2010 по 2022, первое место занимают страны Латинской Америки, а также все испаноговорящие страны. Потом идут США, Германия и Италия. Несмотря на то, что Россия не попадает в пятерку таких вот обожателей Creepers по существующим интернет-ресурсам, в этой стране есть вполне сплоченная комьюнити, которая пристально следит за развитием этой кинофраншизы. Триквел появился на свет в 2017, спустя 14 лет. Не буду вдаваться в историю его длительного производства, но скажу, что новый фильм о летающем демоническом существе ждали многие и в какой-то мере уже даже отчаялись, предполагая, что продолжение уже никогда и не выйдет. Режиссер постоянно пропадал с радаров, выпуская новые фильмы раз в 5-6 лет. И последним его проектом на тот момент был «Провальный дом призраков». Хотя я его не смотрел и не могу на 100% утверждать, что он настолько плох. Его оценки на порталах IMDb и Кинопоиски даже чуть выше, третьей части Криперса. Кстати, этот фильм не выходил в кинотеатрах, а сразу же на DVD. Итак, третьей части все-таки было суждено появиться на свет, минуя различные проблемы, которые могли бы стать причинами полной отмены фильма в кинотеатрах. И тогда Джипперс Криперс 3 переместился бы сразу на физические издания и стриминговые видеосервисы. Как только появился первый тизер к предстоящему фильму, против режиссера началась настоящая длительная война и травля со стороны отдельных групп людей, которые целенаправленно хотели сорвать выход фильма на широкие экраны. Все мы знаем о мерзком прошлом Виктора Сальва, за которое он отсидел срок в тюрьме и до сих пор выплачивает компенсацию пострадавшему от его насилия человеку. С того самого инцидента прошло более 30 лет, но активисты почему-то решили заняться этим спустя такой длительный срок. Ну да ладно, сейчас не об этом. Кое-как продюсеры, киностудия и дистрибьютор Screen Media Films выбили место в кинотеатрах на небольшой срок. Перед показом был подготовлен полноценный трейлер, который хоть и не помог сборам в США, но все же хорошо послужил дистрибьюторам в других странах, которые занимались продвижением и раскруткой этого фильма. Jeepers Creepers 3 был запущен в широкий прокат Америки в период с 29 сентября по 5 октября. Это конечно очень мало для страны, которая буквально живет кинематографом. В итоге при потраченном бюджете в 6 миллионов и 200 тысяч фильм наковырял в мировом прокате 4 миллиона и 17 тысяч долларов. Но хотя бы из-за того, что картину не успели нормально раскрутить, используя дорогущую рекламу, это сократило и без того большие убытки. В США, то есть на основном кинорынке, фильм заработал 2 миллиона и 335 тысяч долларов. В других странах Jeepers Creepers 3 заработал 1 миллион и 682 тысячи, из которых 607 тысяч касса российских кинотеатров, что немаловажно, учитывая, что фильм также крутили в Латинской Америке, странах Европы и Азии. Российский прокат был немногим дольше, чем в других странах. Триквел показывали в кино с 16 ноября по 5 декабря. И благодаря компании Paradis, которая является локализатором Jeepers Creepers на территории РФ, информация о фильме дошла до широких масс и привлекла новое поколение зрителей, которые даже не были знакомы с первыми двумя картинами. Триквел провалился отчасти потому, что люди, живущие воспоминаниями о прошлых деньках франшизы, хотели увидеть что-то в духе первых двух фильмов, но по итогу получили затянутой и унылый сюжет, небольшие реверансы в сторону оригинала и невероятно дешевые визуальные спецэффекты, для которых нет места на больших экранах. Но из-за обманутых ожиданий многие даже и не стали вдумчиво разбираться в фильме и просто окрестили его «худшей частью», совсем не зная, что их будет ждать в будущем. По своей сути, третья часть – это все тот же Creepers, но с низким бюджетом, который отчасти стал якорем для съемочного процесса. Режиссеру приходилось экономить буквально на всем. Поэтому мы видим дешевые CG-эффекты, которых было не так уж и много, в отличие от безумства, которое будет процветать в перезапуске. Грим Creepers в триквеле также стал жертвой низкого бюджета. Практические эффекты коснулись только головы и кистей рук монстра. Все остальные части тела постоянно скрывались под одеждой. К сожалению, образ Creepers подвергся упрощению, когтистый капюшон стал частью маски, без использования подвижных частей с помощью аниматроники. Но зато новая маска была сделана из легкого пластичного материала, который позволил Джонатану Бреку отлично поиграть с мимикой существа. И, пожалуй, именно в третьей части Creepers получился самым харизматичным. Конечно же, в фильме есть много ненужных моментов, которые можно было бы просто вырезать из финальной версии, и ничего бы кардинально не изменилось. Но во всем остальном это все тот же узнаваемый образ Creepers, который изо всех сил пытается обратить на себя внимание. Пожалуй, самым неожиданным ударом для фанатов этой франшизы была скомканная концовка и очередное увиливание от ответа «Кто же такой Джейперс Криперс?». Хотя намеков на раскрытие тайны в триквеле было очень много, но в итоге они стали просто фоном, который растворился после финальных титров. Но, пожалуй, самое интересное ожидало фанатов Криперса впереди. С точки зрения мастерства предавать будущему проекту загадочности и мутить вокруг него воду, успешно справился Джейперс Криперс 4, извините, Джейперс Криперс Возрожденный. Хотя изначально новый фильм позиционировался как продолжение, которое расскажет зрителям историю после событий второго фильма. Сам режиссер неоднократно говорил об этом в своих интервью. На самом деле, Джейперс Криперс Возрожденный предстал перед нами как перезапуск и отправная точка для создания новой трилогии. Infinity Films, у которых есть часть прав на экранизацию, и продюсеры предстоящего фильма на этом настаивали. Возможно, они просто не хотели связывать себя с прошлой трилогией и Виктором Сальвой. Новый сценарист получил установку создать что-то свежее и сформировать основу для дальнейших продолжений. При этом режиссер откровенно продолжал рассказывать сказки, убеждая фанатов, что они не будут разочарованы и получат необходимые и долгожданные ответы. Но в то же время он сделал намек на то, что новый Криперс будет снят совершенно по-новому. Но далеко не все обратили на это внимание. Так что Тима Уорренсола фактически хотел усидеть на двух стульях. С одной стороны, не подставить своих боссов, сохранив тайну о перезапуске до выхода фильма, и в то же время кинуть фанатам Криперса скользкий намек, что все будет по-другому. Поначалу новый кинопроект о летающем демоническом монстре держался в строгой тайне, и только в январе 2021 появляется подтверждение того, что Виктор Сальва не причастен к новому творению, и что новые авторы не будут использовать ранее написанный им сценарий. Вместо этого продюсеры, которым уже, видимо, плевать на каноничность, пригласили для создания новой истории мелкого сценариста Шона Майкла Арга, у которого за плечами нет ничего, кроме нескольких короткометражек, которые так и не вышли в свет. В феврале также было озвучено, что новым постановщиком станет Тима Уорренсола, снявший дилогию «Железное небо». И вот на этом поток информации был прикрыт, а авторы нового фильма тупо оставили фанатов гадать что да как. Ближе к осени всплывает неподтвержденная информация, что фильм стоит ожидать в конце 2021 года. Новая порция информации появляется только в ноябре 2021 года, в виде нескольких интервью и загадочного постера, который гласил, что фильм выйдет все-таки в следующем году. При этом никаких фото с участием самого Криперса так и не показали, разве что в свободном доступе были фотографии и локации, на которых проходили съемки и немного реквизита. Зато на официальном канале фильма на Ютюбе выкатили небольшой, но весьма атмосферный тизер. Было отчетливо ясно, что подход к франшизе поменялся, и теперь нас ждет беспощадный и жестокий ужастик с элементами слэшера. При этом тизер показывал одну большую локацию в виде какого-то особняка, что говорило о замкнутом пространстве, которое вполне могло бы сыграть на руку проекту, если бы его так сильно не запороли. После выхода тизера снова наступает затишье, нарушаемое лишь небольшими роликами на официальном канале, и где-то только в январе появляются первые кадры, изображающие самого монстра. Новый грим, существа многих удивил и одновременно расстроил. Первый раз, когда я увидел фото с Джипперсом Крепперсом, то, конечно же, стал проводить сравнение с существом из трилогии Виктора Сальва. И чем больше я сравнивал, тем сильнее меня отталкивал новый образ. По мере появления кадров с участием летающего монстра я начал понемногу свыкаться с новым форматом. Тем не менее, стали закрадываться сомнения относительно качества фильма. Но верный зритель ждал и верил, что это будет настоящее возрождение легенды. Создатели перезапуска тем временем запустили отдельный сайт, оформили его по теме, перетащили все ранее выпущенные видеоролики и намутили несколько дополнительных разделов. Один из которых подразумевал продажу мерча. Но этот раздел так до сих пор и не заработал. Вероятно, что этот веб-сайт скоро перестанут поддерживать, ибо на нем нет никакой активности начиная с августа этого года. На нем даже есть раздел, в котором должны размещаться материалы о закадровой жизни проекта. Но и он давно пустует. Все ограничилось несколькими не особо информативными видеороликами, в которых режиссер и актеры просто чесали языками. Тем не менее, идея для привлечения новых фанатов и удержания старой аудитории была неплохая, подразумевающая прибыль с продаж мерча. Вероятно, судебный процесс, начавшийся в марте, спутал все карты, что снова погрузило возрожденного в мертвую тишину, из которой он не должен был выбраться. Никакой информации, кроме небольшого розыгрыша кусочка маски Криперса и его сюрикена, не было вплоть до мая месяца. Тишину нарушил сам режиссер, написав в пост о том, что скоро все разрешится, и он очень хочет увидеть реакцию зрителей на новый фильм. Тем самым, приободрив фанатов и дав им какую-то надежду на скорый выход перезапуска в прокат. Какие бы проблемы не возникали с новым проектом по Криперсу, фанаты стойко выжидали. Когда же завершится судебный процесс между Infinity Films и Mirriad Pictures? В июне режиссер снова нарушает молчание и говорит, что мол, ждите трейлер, скоро мы его доделаем и будет вам счастье. В итоге режиссер снова врал или просто говорил о том, чего не знал, так как трейлер появился только в августе. Единственный и он же финальный трейлер оставлял вопросы, много вопросов, которые накопились у всех за этот длительный период ожидания. Странный образ Криперса, гарпун Тагарта, спрятанный в каком-то гараже, сектанты, детская коляска – все эти образы плохо укладывались в голове и требовали чуть больше информации. Кстати, трейлер отлично смонтировали и фактически ни разу не показали лицо Криперса, хотя фанаты на тот момент уже раздобыли несколько официальных фото с изображением монстра. И вот, несмотря на то, что проект буквально превращался на глазах в темную лошадку, все, включая вашего покорного слугу, продолжали ждать и верить в то, что Возрожденный действительно вернет франшизу к жизни, и даже нелепый образ Криперса не станет помехой для долгожданного продолжения, которое, по сути, станет перезапуском. При этом компании из разных стран, запускающие фильмы в прокат, уже заранее посмотрели этот беспредел, но как участники общего бизнеса закрыли глаза на качество и с легким сердцем запустили какашку в кинотеатрах своих стран. Конечно же их можно понять, все-таки это их хлеб, даже если он плесневелый. Египет был первым, кому выпал шанс открыть ящик Пандоры. Премьера стартовала 14 сентября. Кинотеатры России подключились 19 сентября и продержали фильм в прокате на протяжении 10 недель. Слишком уж жирно для такого творения, которое перешло в ранг дешевых ужастиков, которым самое место только на цифровых релизах. Компания Paradis, которая отвечает за прокат фильма на территории РФ, подсуетилась, запустив рекламу в различных пабликах, а также устроила день предпоказа с розыгрышем бесплатных билетов. На мой взгляд, этот фильм нужно было разместить сразу же на видеосервисе Hulu. На территории США был проведен ограниченный показ в силу решения суда. Всего 5 дней, но в праздновании Хэллоуина фильм снова вернули в прокат на несколько дней. Замыкающими в этой цепи были Бразилия, Аргентина, Перу и Мексика. При этом Аргентина, Перу и Мексика провели весьма масштабную рекламу перед показом фильма. Вероятно, что она сработала. Несмотря на негативные отзывы и низкие оценки, благодаря Перу и Бразилии кассовые сборы фильма снова продолжили расти. И на 23 декабря Джиппер Скрипперс Возрожденный уже позвякивает мешочком мировых сборов, на 5 миллионов и 954 тысячи долларов. На данный момент прокат фильма еще не завершился в Таиланде и Перу. Не исключено, что самый провальный и порицаемый фильм франшизы дойдет до отметки в 6 миллионов. Если фильм действительно располагал бюджетом в 5 миллионов, то хотя бы производство картины отобьется. Но учитывая маркетинг и судебный процесс, на который также были потрачены деньги, авторы фильма все равно останутся в минусе. Но нужно признать, что с коммерческой точки зрения перезапуск оказался успешнее триквела. И это тот самый случай, когда зрители готовы были платить деньги за то, чтобы своими глазами увидеть падение Джипперса Крипперса. Что касается успешного маркетинга со стороны Аргентины, Перу, Бразилии и Мексики, то они вовремя получили от автора фильма в свое распоряжение много качественных профессиональных фото с хорошей постановкой кадра и правильным освещением, на которых Джипперс не такой урод, каким он предстал в фильме. А также этим компаниям для продвижения проката фильма были предоставлены любопытные видеоматериалы с наложением грима, которые также по максимуму были использованы для заманивания местных кинолюбителей и туристов в кинозалы. Вот она магия маркетинга, которая способна продвигать даже то, что уже конкретно протухло и оставило после себя тысячи негативных рецензий. Итак, на данный момент мировая касса составляет 5 миллионов и 954 тысячи долларов. Из них 2 миллиона 33 тысячи принадлежат США и Канаде. 3 миллиона и 921 тысячи долларов отходят к остальному миру. Вклад в копилку со стороны кинотеатров РФ весьма щедрый и составил 1 миллион и 612 тысяч долларов. Количество зафиксированных зрителей на территории РФ около 300 тысяч человек. Исходя из этих данных, Джиппер Скрипперс Возрождённый по количеству просмотров обошёл триквел, и есть вероятность, что перезапуск сможет пробить дорогу сиквелу. Как же можно объяснить такой исход? Всё достаточно просто. Первое. Сильный и навязчивый маркетинг, который запрограммировал людей идти на этот фильм. Второе. Желание фанатов самим убедиться в том, что это худший фильм франшизы. Третье. Отсутствие интересных премьер и громкое имя франшизы сделали своё дело. Четвёртое. Приток новых молодых зрителей, незнакомых с франшизой, которые просто пошли посмотреть новое страшное кино. И в заключении, для жителей Российской Федерации, отрезанных от большинства иностранных премьер, это доступная возможность сходить на зарубежный ужастик, да ещё и под знаменитой вывеской. На этом я завершаю данный видеоролик. Всех с наступающими праздниками и до скорого на канале Хайрекс. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok